Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За три месяца в Государственном фонде поддержки участников специальной военной операции в регионе помощь получили свыше тысячи военнослужащих и членов их семей. В Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» ветераны рассказали об адресной помощи. Саратов, Балакова, Сызрань, теперь Самара. В столицу региона прибыл с гастролями Луганский академический театр «Кукол». Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Великом Новгороде. Глава региона принимает участие в семинаре-совещании, который проходит в преддверии заседания Президиума Госсовета по вопросу развития рынка труда. Напомню, во время таких семинаров руководство администрации президента, федеральных министерств и ведомств, крупных компаний и общественных институтов, а также ряд губернаторов ключевых регионов готовят свои предложения и инициативы для итоговых докладов в главе государства, которые будут озвучены на заседании Президиума Госсовета. В последние годы в Самарской области проводится всесторонняя работа по снижению уровня безработицы, открытию новых производств, обучению квалифицированных кадров для экономики. На сегодняшний день уровень безработицы в регионе достиг исторического минимума. Он составляет 0,5%. Ежегодно создается порядка 10 тысяч рабочих мест. Количество открытых вакансий больше, чем в 6 раз превышает число соискателей. Президент Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет случай и порядок использования электронного удостоверения личности вместо бумажного. Данные опубликованы на официальном портале правовой информации. Согласно указу, документы, удостоверяющие личность, можно будет предоставлять в электронной форме в приложении госуслуги. Это позволит делать добровольно. В мобильном приложении будут использовать шифровальные средства. Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев определить список документов, предоставление которых будет возможно с помощью мобильного приложения. Между тем, в Минцифре заявили, что госуслуги с цифровым паспортом можно будет использовать вместо бумажных документов, удостоверений, выписок, справок, свидетельств и паспорта только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы. Перечень ситуаций, в которых допустимо использовать приложение госуслуги для подтверждения личности, определит правительство. Существующие бумажные документы сохранят свой статус и будут действовать без ограничений. В Самарской области ипотека оказалась выгоднее аренды. Исследования проводили среди двухкомнатных квартир вторичного рынка. Специалисты учитывали региональную ставку, средний процент по банковским вкладам и динамику роста цен на вторичку. Для расчета использовали данные Центробанка и Росстата за последние 5-10 лет. Оказалось в регионе ипотека выгоднее аренды. В рейтинге по сложности накоплений на квартиры при аренде Самара заняла 10 место. Согласно предоставленным данным, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в июне текущего года составила 91 тысячу рублей за квадратный метр. При этом средняя арендная плата за двушку 22 тысячи 200 рублей. Каждый год стоимость квартиры росла более чем на 10%, а аренды на 3,83% в год. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная» и связанные с этим процессом работы. С 25 сентября в городе планируют ограничить движение по участку улицы Самарской в границах Ярмарочной. Во время нового этапа возведения «Театральной» работать будут в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. На территории по улице Самарской установят водоотливную установку, санпропускник и вентиляционную камеру. Транспорт пустят в объезд и к этому тоже активно готовятся. Специалисты проверили состояние прилегающих улиц и проведут там аварийно-ямочный ремонт. Он коснется участков по Галактионовской, Садовой и Ярмарочной. Ответственный за это Департамент городского хозяйства и экологии. Не менее важен и вопрос восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской. Напомню, что некоторое количество зеленых насаждений придется убрать. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участки засадят кустарниками и травой. Порядка 67 деревьев разных размеров и пород высадят потом на прилегающей территории, пояснили в региональном управлении капитального строительства. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. От этого зависят сроки старта тоннеля проходческого комплекса. После завершения строительства первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию театральный интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. Новая станция позволит горожанам без пробок, с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратной и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Мне очень хочется, чтобы побыстрее ее построили, эту станцию. Потому что филармония, театр, оперы и балеты, Струковский сад – это так легко доехать, без пробок, просто малое количество времени затратив. Мы очень активно пользуемся, мы ездим на набережную летом, всегда ездим до станции метро Алабинска, и потом нам приходится в Струковский сад идти пешком вдоль набережной. Самарский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» подписал соглашение о сотрудничестве с ортопедическим предприятием, обеспечивающим высокотехнологичными протезами, в том числе и ветеранов спецоперации. За три месяца в фонде поддержки помощь получили свыше тысячи военнослужащих и членов их семей. Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. Ветеран специальной военной операции Юрий Лобанов уже обходится без тростя. После тяжелого ранения он ходит при помощи протеза, занимается спортивным метанием ножей и плаванием. В скором времени молодой человек планирует вернуться в любимый вид спорта – бег на марафонские дистанции. Я получил беговой протез. Вот сейчас мы гильзу под меня подгоняем, чтобы мне было комфортно бегать без боли. Только комфорт. И, соответственно, я уже планирую через годик уже пробежать свои первые официальные соревнования. Помогают встать на ноги раненым бойцам СВО, в том числе и протезно-ортопедические предприятия. С одним из них – Самарский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» сегодня подписали договор о сотрудничестве. Всего подписано. Около 30 таких соглашений с разными организациями и ведомствами. Для того, чтобы максимально оказать нашим ветеранам СВО, которые получили инвалидность в зоне специальной военной операции, по полному циклу, по комплексной услуге, у нас сейчас в регионе вообще сложились уникальные возможности. Мало регионов Российской Федерации, которые имеют такой полный цикл инфраструктуры, который оказывает всю необходимую помощь, поддержку в таком важном направлении, как протезирование, обучение и медицинская реабилитация. В Самарской области работают пять ортопедических предприятий. Все они имеют необходимые лицензии на протезирование и обучение инвалидов. Касаемо ребят, они на самом деле бодры и веселые. Тем, кому нужна поддержка, мы всегда помогаем. У нас техники протезисты сами на протезах показывают им тем самым, что жизнь не заканчивается. Это всего лишь доп-функция. Есть моменты с реабилитационными мероприятиями. Фонд защитники Отечества был создан по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Его основная цель – адресно сопровождать ветеранов, участников СВО и их семьи, а также обеспечивать все меры поддержки в режиме одного окна. С 1 июня филиала фонда открыли свои двери во всех регионах страны. В Самарском филиале ведут прием специалисты всех министерств и ведомств. Ветераны-участники СВО приходят с вопросами по расторжению контрактов, оказанию медицинской помощи, постановлению инвалидности, поступлению в вузы по квотам. За три месяца в Госфонде в регионе помощь получили свыше тысячи военнослужащих и членов их семей. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов, События. Все вопросы ЖКХ теперь можно решить в одном мобильном приложении. Минцифра и Минстрой России совместно активно работают над удобством цифровых сервисов. Мобильное приложение Госуслуги Дом позволит гражданам взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями онлайн. Собственники смогут просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, изучать сроки проведения ремонта и перечень работ. Эти данные автоматически загружаются из системы ГИС ЖКХ. Также пользователи могут поставить оценки работе управляющей организации. На основе этого будет формироваться рейтинг. Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости пользователя загрузятся автоматически. Один из банков запустил новый сервис электронного секретаря, который будет бороться с телефонными мошенниками. Задача – перехватить злоумышленника и как можно дольше удерживать разговор с ним, предотвращая обман реальных жертв. Модель, созданная на базе искусственного интеллекта, провела анализ более 40 тысяч минут звонков мошенников, а также скриптов их разговоров, фраз-триггеров, после которых злоумышленники готовы продолжить разговор, а также эмоциональную реакцию мошенников на разные сценарии. Для создания серии персонажей привлекались опытные психологи. Например, робот может говорить от лица мамы, которая вышла на прогулку с ребенком и постоянно на него отвлекается, или от лица пожилого мужчины, который плохо слышит. В компании подчеркнули, что библиотека персонажей роботов регулярно пополняется. Сейчас средняя продолжительность разговоров ботов с мошенниками составляет от 2 до 4 минут. Отдельные звонки могут длиться более 10 минут. Разговоры с роботами позволяют собирать новые схемы и уловки злоумышленников для защиты граждан. Знать свои права, не забывать об обязанностях. В Самарской публичной библиотеке прошел городской правовой турнир в рамках закона. За звание лучшей боролись 5 команд. Для ребят юристы и специалисты по работе с молодежью приготовили задания различного уровня сложности. Подробности в нашем сюжете. ГК РФ. Команда номер 4. Абсолютно верно. Настоящая битва умов, схватка амбиций и торжество знаний. В Самарской публичной библиотеке стартовал городской турнир в рамках закона. На хрупкие плечи Марии Степановой, ученицы школы номер 63, легла ответственная задача. Девочка – капитан команды. Ребята упорно готовились. Сотни школьных уроков, десятки решенных задач. Мария уверена, все это было не зря. Старания обязательно принесут свои плоды. Эти знания, я уверена, что точно пригодятся кому-то в будущем, ведь человек может попасть в разные ситуации. Волнуюсь, конечно, но, в принципе, настроена очень хорошо. Команду поддерживает Ольга Мишина, учитель истории и общества знания. Педагог говорит, выражение «чист как белый лист» точно не про ее учеников. В команде лучшие из лучших. С ребятами мы стараемся обратить внимание на практические ситуации, разбираем конкретно какие-то сложные правовые задачки определенные. Прививаем любовь к закону, к культуре, к правовой, чтобы знали свои права, конституцию знали, свои обязанности знали. В зале собрались настоящие знатоки права. Для ребят юристы и специалисты по работе с молодежью приготовили задания различного уровня сложности. Школьники отвечают на вопросы по правоведению и разгадывают ребусы. Это нужно для того, чтобы у молодежи повышался уровень их правовой грамотности. К сожалению, сегодня мы замечаем, что он не на самом высоком уровне, но с помощью таких игр, с помощью таких турниров мы даем возможность ему знать как можно больше. Ответы оценивает жюри. Организаторы говорят, это не просто игра, тут все по-взрослому. На столе у каждой команды специальная кнопка. Если знаешь правильный ответ, скорее нажимай. В такой игре важны не только знания, но и скорость реакции, а еще креативное мышление. Сегодня в турнире у нас принимают участие все пять школ Самарского района. И очень интересно, что это проходит в такой игровой, нескучной форме. Я думаю, что и детям это очень понравится, и у них останутся действительно остатки знаний, которые пригодятся им в дальнейшем. Правовой турнир проходит в несколько этапов. В финале встретятся сильнейшие команды. Они будут бороться за первое место. Организатором встречи выступил Самарский дом молодежи. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Саратов, Балакова, Сызрань. А теперь и Самара. В столицу региона прибыл Луганский академический театр «Кукол». Гастроли проходят в рамках Всероссийского концертного плана Министерства культуры России. Маленьким зрителям, которые собрались сегодня в Самарском театре «Кукол», представили два спектакля. О приключениях доброй ведьмы и бабушкиных сказках – репортаж Ольги Павловой. Сказка о веселой, доброй и справедливой маленькой ведьме, которая нарушает все правила и идет против своего сообщества. И все ради того, чтобы стать хорошей и приносить людям счастье. Луганский академический театр «Кукол» привез в Самару сразу два интересных спектакля. Кроме маленькой ведьмы счастья, самым юным жителям нашего города представили постановку бабушкины сказки «Красная шапочка». Эта история создана не только для малышей, но и для ребенка, который живет в каждом из нас. И самая главная мысль в конце этого спектакля звучит о том, если у вас есть дома бабушка, обязательно попросите рассказать ее сказку. И через много-много лет это будет самая лучшая сказка на свете. Самара стала четвертым городом после Саратова, Балакова и Сызрани, в котором Луганский академический театр «Кукол» представил свои постановки. Гастроли проходят в рамках Всероссийского концертного плана Министерства культуры России. Такие гастрольные программы позволяют новым регионам максимально органично интегрироваться в единое культурное пространство России. И это всегда возможность для артистов, которых мы сегодня принимаем на нашей площадке, показать свою уникальность, свое творчество. Для зрителей это возможность насладиться мастерством артистов-кукольников из другого театра, увидеть какие-то новые оригинальные постановки. Я чувствую вторую жизнь, мою вторую жизнь, лично мою вторую жизнь, потому как мы можем свободно дышать, мы можем свободно общаться, мы можем улыбаться. Это важно. Уже 22 сентября трупы Луганского театра выступят в Тольятти. Затем артисты посетят Ульяновск, Саранск, Пензу, Тамбов, Липецк и Воронеж. Всего в гастрольном графике 11 регионов нашей страны. Ольга Павлова, Сергей Баскин, События. Добро пожаловать в Самару. Как живут, отмечают праздники казахи и кыргизы и передают потомкам культуру и традиции. В аутентичных подворьях побывала Елена Чернявская и готова поделиться подробностями. Кыргизы и казахи – народы родственные, у них общие обычаи, языки и традиционная одежда. Даже приготовление блюд национальной кухни и свадебные обряды во многом совпадают. В различных документах Российской империи казахи часто назывались кыргизами, и все же это два разных народа. Наш народ – кочевой народ. И кочевые народы тоже делятся. Кочевые – степные народы и горные. Мы – горный кочевой народ. И наши предки кочевали четыре раза в год по времени года. И кочуя четыре раза в год, берегли природу. Кыргизскому народу есть чем гордиться. Это один из древнейших и самых жизнестойких кочевых народов, сумевших не растерять свою идентичность. Философия кыргизского народа была такова и сейчас есть. То есть мы в этот мир приходим пустыми руками и уходим пустыми руками. Забираем только благие деяния. А самое главное благое деяние – это беречь природу, сохранить, передать следующему поколению. Вот это самое главное для кыргизов. Кыргызское подворье в парке дружбы народов уникальное и неповторимое. Все предметы быта, посуды, убранства привезены из Кыргызстана. В кыргызской юрте детально и самобытно передан быт этого народа. Это ручная работа. Женщины привезли, которые сами делали ручную подушки. Ширма тоже на кыргызском называется кушуго. Это тоже ручная работа. Добрососедские отношения – это не просто слова. Для кыргызского и казахского народов важно дружить с соседями, какой бы национальности они ни были. Когда мы покупаем даже дом, мы покупаем не дом, а соседей покупаем. Важно быть очень тесны, хорошие взаимоотношения с соседями. Поэтому со всеми народами мы всегда дружим. Есть и межнациональные браки, это поддерживаем. И, конечно, это очень радует нас. В отличие от кыргызов, казахи – это сравнительно молодой народ. Казах в переводе с тюркского языка означает «свободный». Но, несмотря на свою молодость, у казахского народа сложились свои неповторимые обычаи и традиции, к примеру, гостеприимство. Айгуль Желелова, руководитель региональной общественной организации «Центр культуры казахи Самары», рассказывает об истории напитка богов. Кумыс вообще считается животворящим напитком, потому что он излечивает туберкулез, он помогает бороться с раковыми клетками. Если хотя бы месяц попить настоящего кумыса, можно омолодиться, оздоровиться на много лет. Это очень уникальный напиток, потому что лошадь – это животное, которое никогда не пьет грязную воду, никогда не ест плохую траву и никогда не ляжет на грязное место. У него и напиток считается уникальным. Самая главная достопримечательность Самары заключается в том, что здесь более 157 национальностей живут в мире и согласии. Администрацией городского округа Самары ведется большая работа по укреплению дружбы между народами. В наш город приезжают новые жители, постигают культуру и становятся полноправными гражданами, живущими с представителями других народов. Очень важную роль играют национально-культурные центры, сохраняющие родную культуру, приумножающие ее, и работающие с соотечественниками, которые приезжают в Российскую Федерацию с тем, чтобы стать ее новыми гражданами. Ведь без этой работы, без понимания того, что на нашей гостеприимной земле могут уживаться представители разных национальностей, и не просто уживаться, а жить в добрососедских отношениях, жить, творить, рожать детей, чтобы развивалась страна. И именно эту роль со своей стороны, со стороны культурной, со стороны человеческих взаимоотношений, выполняют наши национально-культурные центры. Сегодня все руководители национально-культурных центров активно работают над сохранением традиций и обычаев дружбы между народами Самарской области. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События. Крыль советов впервые победили в этом розыгрыше Кубка России, а хоккеисты-ладьи одержали третью победу подряд в молодежной хоккейной лиге. Подробнее об этом и других новостях в нашей спортивной рубрике. Самарские крылья советов одержали первую победу в этом розыгрыше Кубка России. В четвертом туре группового этапа «Пути РПЛ» волжане на выезде переиграли калининградскую Балтику. Игру судила главный арбитр женщина, впервые в истории Кубка России на этой стадии. Лишь к концу первого тайма Писарский открыл счет. Этот мяч стал дебютным для нападающего крыльев в этом сезоне. Во втором тайме самарцы удвоили свое преимущество. Ответить хозяева смогли лишь на последних минутах, когда имели несколько отличных моментов и заработали пенальти, с которого и забили свой единственный мяч. 2-1 победа крыльев, которые пока остаются на четвертом месте в группе, но сохраняют шансы выйти в следующий раунд. Хоккеисты Ладьи продолжают свою результативную серию на старте первенства МХЛ. Юные тольяттинцы еще ни разу не уходили со льда без набранных очков. Накануне они на выезде второй раз подряд переиграли снежных барсов из Казахстана. Игроки Ладьи контролировали ход матча и стабильно реализовывали свои моменты. Итоговый счет 4-0 в пользу тольяттинской команды. В Кыргызстане прошли традиционные международные и ссык-кульские спортивные игры. В них приняли участие более полутора тысяч спортсменов из восьми стран. Сильнейших определяли в 22 видах спорта. В турнире по пляжному регби российские спортсмены завоевали золотые медали. В составе национальной сборной выступили спортсмены Самарской области. Георгий Андронов, Кирилл Дорофеев, Сергей Власов, Виталий Соловьев, Амир Шамшуддинов, а также тренер Максим Саврасов. В Тольятти состоялся финал личного чемпионата России по мотогонкам на гаревой дорожке. Серебро и бронзу завоевали тольяттинцы Евгений Сайдулин и Сергей Логачев. Титул чемпиона сохранил дальневосточник Григорий Лагута. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщает, что теперь, чтобы записать себя к врачу или ребенка в секцию, не нужно даже выходить из привычной социальной сети ВКонтакте. Здесь появилось новое мини-приложение госуслуги. В этом сервисе пользователи могут легко и быстро воспользоваться популярными услугами портала. В мини-приложении госуслуги в ВК доступны разделы «Образование», «Запись ребенка в кружке или секции», «Авто», «Предъявление документов», «Допуск к управлению авто» и «Проверка его данных», «Здоровье», «Запись к врачу». Чтобы воспользоваться мини-приложением госуслуги, необходимо перейти в любой госпаблик региона, в галерее виджетов, выбрать госуслуги, авторизоваться. После этого пользователь автоматически возвращается в мини-приложение, и можно получить услугу. Скачивать приложение не нужно. Данные пользователей не передаются в соцсети и хранятся на госуслугах. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что одинокопроживающим инвалидам первой группы положена компенсация за первичную установку газового счетчика. Максимальный размер выплаты – 11 тысяч рублей. Для оформления выплаты можно обратиться в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону, указанному на экране. Поддержать любимую Самару в народном голосовании предлагает администрация Куйбышевского района. Пусть вся Россия знает, что Самара – просто космос. А знаете ли вы, что такое креативные индустрии? И что Самарская область входит в число пилотных регионов, в которых разрабатывают и формируют региональные законодательства по мерам поддержки креативных индустрий? Развитие креативного кластера – тенденция, которая сегодня определяет не только культурный вектор развития городов, регионов и страны, но и серьезный экономический пласт. И то, что Самарская область в авангарде вопроса креатива – доказательство того, что к этой теме с большим вниманием относятся не только представители творческих профессий, но и экономисты, предприниматели, государственные структуры региона. Сегодня Самара борется за победу в первом федеральном конкурсе городов России – «Культурная столица года-2024». «Наш город» в числе восьми городов-финалистов. Победители назовут 28 сентября на торжественной церемонии в Москве, а до 25 сентября идет народное голосование. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова